Дорогие друзья, всем добрый день и слава Украине! Путин, как и следовало ожидать, мелко мстится за подрыв Крымского моста, хотя еще неизвестно, кто его подорвал. Как бы не они сами. Но тем не менее, они бьют со стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами по инфраструктуре, энергетической инфраструктуре Украины. Главная его цель поставить нас на колени путем, как они любят говорить, замораживания. То есть, пусть украинцы замерзнут и тогда пойдут на уступки. Все это, с его точки зрения, не что иное, как создание более выгодной переговорной позиции, переговоры с позицией силы, страдания мирного населения должны заставить наши власти, как ему кажется, пойти на уступки. И должны заставить пойти на уступки международное сообщество. Но мне кажется, что все будет наоборот. Вот сейчас в Америке ночь, но когда они проснутся, я думаю, они уже проснулись и начнут принимать государственные решения, то демократы скажут Путину большое спасибо за столь эффективное вмешательство в избирательную кампанию. Сегодня в Соединенных Штатах ускорение, особенно на фоне некоторых заявлений вчера и позавчера, что с Путиным надо договариваться. Напоминаю, что страдания мирного населения имеют признаки геноцида, нарушение обычаевых правил ведения войны, как минимум попадают под нарушение Женецкой конвенции, устава ООН, множество других международных соглашений. А на геноцид и на вот такие вот вещи по отношению к мирному населению должна отвечать каждая страна. Это обязывающая в международном законодательстве и в международном порядке норма, которая обязывает вмешаться, нельзя уже отсидеться. Мы не знаем с вами реакции Запада, но она гарантированно последует. И что это будет? Расширение номенклатуры поставок вооружений, усиление санкций. Наверняка это будет и то, и другое. И если он по нам лупит с неба, мы ответим ему и на земле, и с неба, и на воде. Для нас с вами ничего не меняется. Мы как боролись за свою независимость, так и будем бороться. Мы как боролись за свое выживание, так и будем бороться. Я думаю, что подобные акции заставят мир еще раз изменить отношение к путинскому режиму и к тем, кто предлагает с ним договориться, и помощи в отношении Украины. Все это произойдет в короткие дни, мы с вами увидим, в 2-3 дня. Что касается сегодня, помните, ни один налет не длится вечно. Я думаю, что это займет какое-то время, за сегодня закончится. Возможно, будет удар завтра, мы не знаем, что у них там в голове. Но помните, что крылатых ракет у них не так много. Это акция на краю неприкосновенного запаса. Но в конце концов, теперь у них ракет на 80 меньше. И шутки шутками, конечно, гибнут люди, наши люди. Но это ничего не поменяет. Так страшно, как было 24 февраля, и первые 3 дня нам уже не будет. Мы знаем, что делать. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что эта война закончится нашей победой. Что бы ни произошло. Путин выбрал не ту сторону. Нам будет вести в этой войне, а он будет съезжать все ниже и ниже. И подобные мелкие пакости ему не помогут. Помните, что совсем заморозить страну, в которой есть атомные станции, невозможно. Так или иначе, наша энергетика имеет запас прочности, она будет справляться. Ущерб будет оценен. Как бы электроэнергия распределена. Мы страна, которая воюет в 8 месяц, и мы знаем, что делать. Но наше руководство все на местах, оно работает. Так что мы действуем планово. Прямо сейчас вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по противнику. Ну и что-то случится, наверное, интересные днями, мне так кажется. Крупный ответ за мелкую пакость. Все будет Украина. Слава Украине. Высшее нос. Работаем в плановом режиме. Спокойно и точно. Хавьи руки. Слава Украине.